ребята дорогие всем привет сегодня я хотел провести очень интересный семинар расскажу вам почему я долго это хотел сделать вообще у меня была мысль такая поговорить о процессе потому что я по сути чем я занимаюсь каждый день я работаю с людьми у которых проблемы со здоровьем я даю им большое таскать большие знания каждый день моя программа построена на каждодневной работе у нас есть приложение в котором есть данные даются каждый день информация которую нужно изучить и так далее так далее со временем я уже с этим работаю 10 лет и со временем я понял что на самом деле зависит конечно от ситуации но то что определяет успех это способность человека выбрать какие-то шаги которого сможет повторять или она каждый день и концентрироваться на этих шагах потому что если мы будем выбирать для себя таскать чувствовать что мы вынуждены делать очень очень много и чем больше тем лучше это чаще всего приводит к плохим результатам почему потому что мы начинаем делать как обычно а чем больше тем лучше это именно то каким образом существует наш мир данная система мы считаем что мы мы должны и вот так сказать кому-то вот очень важно определить так сказать кому мы что-то должны если мы кому-то что-то должны начать как бы понимать каким образом из этой ситуации выйти потому что если вы все время чувствуете что кому-то что-то должны это приводит к болезни с этим и это я именно понял за последние сколько уже 15 лет работы со здоровьем я начал самого себя я понял что меня убивает моя работа я понял что я встаю каждое утро и несмотря на то что у меня была таскать достаточно хорошая работа которая стремился многое годы на все привело к тому что я как бы начал чувствовать себя как белка в колесе я вставал каждое утро и каждое утро и первое мая мысли было опять на работу и после этого я был вынужден встать и одеваться и ну как мы все я в этом ничем от других не отличаюсь но то что я сделал со временем я понял что у меня есть выбор ну я понял что у меня есть выбор только когда я был вынужден так сказать вынудила меня к этому моя болезнь сердечная болезнь болезнь жкт то есть я думаю что у меня там рак кишок я думал что у меня сердечная болезнь но она у меня было было много раз у меня есть вебинар в котором я рассказываю о моей собственной истории сейчас история не об этом но меня как это было событие в моей жизни которая меня принудила понять что меня так сказать убивает то есть понять истоки моей болезни и таким образом я начал начал собирать вот этот вот пазл шаг за шагом соединяя здоровье и жизнь то есть изменяя мою жизнь и таким образом изменяя мое здоровье и поэтому я назвал вот эту вот серию кстати это первый такой семинар в серии я как раз его назвал здоровье и жизнь собираем пазл шаг за шагом почему пазл но потому что вы наверное если вас интересует эта тема если вы сейчас слушайте мой вебинар то наверное вы же видели как он называется поэтому наверное вы понимаете что конечно все успеть по жизни очень тяжело и вы бы даже если вы хотели бы успеть это 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 и это но приходится всегда выбирать какие-то приоритеты вот и конечно же часто нас жизнь наша жизнь она нас вынуждает выбирать приоритеты которые связаны с каким-то внешним успехом то есть скажем так с деньгами в банке там машина дом и так далее так далее ну и со временем вот как я это начал чувствовать машина дом ответственность семья конечно же что прекрасно но я начал понимать что меня ситуация убивает я просто не да мне я не я не рад по жизни то есть я выполняю свои задачи но я не рад и вот это вот чувство что ты не рад жизни не радуешься каждый день чувствует такое что жизнь проходит а ты не радуешься каждый день по идее ты знаешь что нужно жить момента в моменте и все такое но не получается жить в моменте почему то вот я понял что без изменения в жизни довольно так радикального тяжелого изменение очень много в моей жизни я не найду это радость и счастье ну и конечно мне не удастся сохранить или реверсировать мои проблемы не сохранить здоровье вот ну и с возрастом это конечно у меня начались проблемы со здоровьем уже когда я в конце ну где-то мне было 28 29 30 у меня было все время извините так сказать диарея была у меня сплошная каждый день ну это как было хуже и хуже с возрастом я так сказать прошло десять лет пока я не очнулся и не понял что что-то не так 15 лет назад когда у меня начались еще проблемы с сердцем я просыпался пять раз вне отложки в машине скорой помощи и я понял что надо что-то делать надо взять брать ответственно за свое здоровье вот и я сделал мою систему и мой протокол интегративный протокол здоровья метаболического здоровья не фармакологический протокол с которым я уже работаю 10 лет и почему я сегодня с вами хочу поговорить потому что я нашел как бы общий знаменатель общий знаменатель и вот я вам сегодня в конце семинара я расскажу вам что это за общий знаменатель вы с ним сможете начать работать совершенно бесплатно прямо сейчас я вам расскажу почему это работает забегая вперед я скажу что это сон я вам потом расскажу почему но сначала я вам хочу сказать про подвести так сказать фундамент про то о чем я вам хочу рассказать я хочу рассказать как небольшие привычки приводит к большим результатам именно это то что это маленькие привычки небольшие шаги вот эти вот здоровье и жизнь собираем пазл шаг за шагом это как раз то что я вам хотел показать вот в названии собираем пазл шаг за шагом да это может быть вы слышали есть такая система кайзен кайзен это самые маленькие шаги которые только возможно предпринять их надо сделать для того чтобы начать движение в какую-то определенную сторону вот и я давно эту систему как бы использовал систему кайзен и и на самом деле изобрели несмотря на то что название японского изобрели американцы когда они когда американские специалисты начали по менеджменту они начали работать в японии после после 45 года после второй мировой войны чтобы и восстанавливать вот этого система кайзен как это ни странно она прижилась очень в японии и они ее используют ну вы знаете насколько индустриализированное государство япония стала после второй мировой войны вот они использовали эту систему кайзен то есть найти идентифицировать самые маленькие шаги возможные чтобы начать процесс в персональном развитии это очень важно потому что эти маленькие шаги они не смогут быть триггером как бы неуверенности потому что если слишком большой шаг то вам то вы будете как бы вы будете долго ждать пока вы его сделаете то есть вы вы будете бояться его сделать потому что таскать боязнь неудачи и неуверенность будет слишком большая а шаг должен быть очень маленький так вот я после этого прочитал книгу одного человека которого зовут джеймс клир я очень мне эта книга понравилась она называется атомные привычки от вами и я хочу просто рассказать коротко об этой книге и потом я предложу вам очень интересную штуку как вы можете начать работать ну я предложу это всем важно потому что сон очень очень важная штука вот и я расскажу как это связано со сном и что вы можете сделать прямо сейчас это реально очень очень интересно я увидел я вам покажу как это какие каким-то результатом приводит потом вот про книгу в этой книге кстати я всем очень очень советую эту книгу книгу приобрести книга совершенно потрясающе очень очень интересная в него в ней огромное количество интересных очень примеров она реально вдохновляет очень вдохновляет еще раз книга называется атомные привычки по-английски его зовут джеймс клир я за ним как бы уже смог так сказать слушал его смотрел какие-то вещи уже лет десять и сейчас я эту к этой книге снова вернулся и внимательно ее читаю она мне так понравилось что я решил вот начать такой маленький серию семинаров я вам ее представлю коротко он говорит о том что если цели какие-то ну давайте начнем с того что изменить свои привычки очень сложно по двум причинам первая причина это то что мы пытаемся изменить не то что нужно не то что нам нужно по жизни реально мы выбираем самое очевидное скажем так вот и вторая вещь вторая причина это то что мы пытаемся изменить наши привычки неправильным способом вот здесь как бы есть очень интересные детали мы говорим о том он он говорит о том что существует как бы надо различать какие результаты какие процессы и какова идентичность как бы результаты это то что вы получаете обычно люди хотят результатов самая первая штука и они начинают работать очень интенсивно и них они сходят с пробега и это видел очень много раз к сожалению несмотря на то что я как бы пытался как можно лучше сделать мою собственную программу но я вижу что людям сложно некоторым не всем не снил 7 не все получается естественные конечно когда учебу к деку человека не получается мы помогаем то что в программе у нас долгосрочная программа у нас много много поддержки дело не в этом вот процессы это как бы еще глубже да это не так на поверхности то что вы делаете вот как раз процесс очень очень важны чтобы возвращаться к чему-то каждый день и именно процессы дают нам возможность добиться долгосрочных результатов но самая глубокая штука которая действительно будет вас двигать вперед и вам будет вы будете не будете бояться сойти с пробега потому что всегда будете возвращаться обратно это идентичность это то во что вы верите и вот я считаю что ну и джеймс клир считает что идентичность как раз если мы изменим нашу идентичность как мы себя воспринимаем какие мы слова используем для того чтобы выразить что мы такое что мы из себя представляем куда мы хотим по какой дороге по жизни мы хотим идти это наша идентичность и вот я увидел во всяком случае что очень во многих ситуациях людей в держит людях людей держит именно идентичность потому что люди верят ну не оптимальные какие-то вещи ну из-за конечно же чаще всего из-за семьи чаще всего потому что их так воспитали чаще всего из того чтобы не хватает знаний или они они имеют какие-то знания которые не оптимальные во всяком случае старые устаревшие вот это очень принято в нашем обществе вот потому что к сожалению таким образом существует система наша что так сказать те знания хотя информация которая выходит в финсов официальные источники в меди она основана на экономической заинтересованности огромных больших корпораций и поэтому нам нужно начинать думать самому самим самой самим и брать ответственность за нашу жизнь в наши собственные руки я надеюсь вы большинство из вас это понимает вы понимаете что у нас в мире сложилась за ситуация то что конечно же я это делаю потому что я хочу всем дать возможность взять полную стопроцентную ответственность за собственное здоровье в свои руки и это совершенно бесплатно я сделал приложение которое можете пользоваться бесплатно и я вам просто расскажу сегодня вот так вот я какие какие в каких вещах вещах говорит джеймс клифф он говорит а так называемым плато скрытого потенциала что это значит человеку свойственно нетерпение это так сказать что значит это нетерпение это значит что мы очень хотим достигать результатов очень быстро то есть постепенный прогресс простепенное продвижение постепенное развитие это очень сложная штука почему потому что по жизни мы отошли вот вот это вот понятие мастерство медленного мастерства медленного процесса я рассматриваю именно медленный процесс как искусство я называю то искусство медленного процесса и поэтому это как раз одна из основных причин по которой формирование долгосрочных привычек сопряжено с определенными трудностями почему потому что часто мы делаем какие-то маленькие изменения незначительные изменения долгосрочным так сказать если посмотреть с высоты птичьего полета да и мы не сразу ощущаем какие-то значительно значительные результаты и часто мы впадаем в уныние прекращаем верить в то что мы делаем вот и например кто-то может подумать я уже ежедневно бегаю целую неделю но никаких изменений моем теле я не вижу она только болит и как бы это меня угнетает вот что могут сделать такие мысли они могут вот это вот желание внутреннее желание изменения они могут ее подавить вот это вот настойчивость с которой вы первую неделю бегали такие мысли могут подарить что почему это приведет это приведет к возврату к вашим тем ну не не оптимальным скажем так привычкам или вредным привычкам которые у вас всегда были которые вы хотели изменить вот чтобы привычки такие привели к каким-то заметным изменениям их нужно поддерживать в течение какого-то длительного времени это требует в общем-то такой выносливости да и это выносливость ну или как бы я даже не сказал почему потому что люди часто вы знаете люди часто используют силу воли и я здесь не говорю про силу воли я считаю что силу воли нельзя использовать потому что сила воли приводит только к стрессу и вообще силы воли у большинства людей нет у меня например нет силы воли я делаю все свои изменения только из-за того что я не могу иначе я выбрал для себя так называемое медленное искусство медленного искусство умного процесса то есть медленный процесс это умный процесс что это значит вам не нужно себя преодолевать все время и для этого вот это вот выносливость должна быть какая-то или выно выносливость и желание и и любовь к тому что вы делаете куда чтобы преодолеть так называемое плато скрытого потенциала вот об этом говорит джеймс клир он называет это плато скрытого потенциала а это плато скрытого потенциала это вот именно тот уровень на котором до него нужно медленно медленно дойти продержаться поэтому слова выносливость мы используем здесь и вот когда человек доходит вот этого вот от этого уровня этого плато у нас вдруг идет какое-то совершенно потрясающее изменение и у нас вдруг все получается то что мы хотим во всяком случае мы выходим на новый уровень это конечно классная штука вот проблема какая когда у нас есть проблемы с поддержанием какой-то хорошей привычки или искоренением плохой привычки часто значит что мы это просто не преодолели это плато если это можно сравнить кстати он в книге об этом сам до сравнивать с процессом таяние льда то есть там есть кусок льда в комнате и вот поднимать температуру в комнате а лед не начинает таять вот значительное изменение в таянии льда могут быть заметны только после достижения определения порога это вот этот порог до него это называется плато скрытого потенциала когда мы достигаем этого порога что это значит за порог это 0 градусная отметка 0 градусов лед начинает таять при нуле градусов да вот это вот ну простое такое простое такое наблюдение да вот что я здесь что я здесь хочу сказать путь к успеху часто недооценивается внешние наблюдатели как правило замечают значительные скачки да но не обращают это те наблюдатели которые вот говорят например они видят и видят успех какого-то успешного человека это внешние наблюдатели да они замечают замечают какое-то развитие совершенно потрясающее она говорит о а нет это просто это просто икон исключение или она исключение они на не обращают внимание они просто не понимают что все эти изменения которые в ком-то человек который очень удачлив который очень ему удалось очень много достичь по жизни это спорт может быть может быть экономика какая финансовая какие-то дела может он создал компанию может он изобретатель и так далее они не знают что такой значительный скачок достижения это результат последовательной напряженной работы когда которая никогда не заканчивалась долгое время это похоже на такие тектонические плиты тоже такой пример приводится в книге которые соприкасаются миллиона лет они движутся они трутся друг от друга и со временем они как так и поднимают давление создают давление пока однажды казалось бы казалось бы ниоткуда просто так происходит землетрясение вот это процесс сдвига тектонических тектонических плит вот мастерство вот это вот именно мастерство как бы которая не требует усилия то вот такое мастерство которое определенную любовью вас к тому что вы делаете очень часто она определяется тем что вы делаете какие-то все время вам это нравится пошел делать фильм очень маленькие шаги то есть у вас вот это вот по кайзан по системе который я говорил вас это не вызывает так сказать вы не боитесь постоянно что вам это не удастся что вы кого-то там не удовлетворите вашими результатами и так далее да так вот великие подвиги часто начинаются с очень малого любая привычка начинается с какого-то конкретного решения и может быть даже какого-то видение вас мы с вами говорили о а об идентичности то во что вы верите так вот если вы таскать вот это вот решение то может быть смена идентичности когда вы изменяете эту идентичность когда вы видите вас в каком-то другом ключе вам это очень это это как бы не это это не это не результат и это в общем даже не процесс это именно идентичность и если вы принимаете такое решение изменить идентичность вас как вы например себя представлять как вы себя описываете можете описаться описать словами даже себе или другим да и это вот решение она когда вы это решение как вы помните каждый день она вас вдохновляет каждый день вы повторяете у вас есть какие-то напоминашки которые вот у меня есть такая напоминашка это вот это вот моя . хара я всегда ее помню она у меня такой тату который у меня я помню каждый день когда я его него смотрю я вспоминаю все то что мне надо я уже это как бы я называю это доджо 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 это место где тренируются слова такой называется доджо это тот доджо который я ношу с собой это из боевых искусств люди занимаются боевыми искусствами вот в доджо и здесь как бы мне доджо мне помещение не нужно у меня есть место это . хара я потом вам расскажу что это такое если вы не знаете это место это тот доджо которая всегда нашу собой так вот это решение это вот любая привычка начинается с одного решения которое когда мы его повторяем она разрастается как дерево распространять свои корни ветви да и задача искоренения вредные привычки может быть сравнима именно с выкорчевыванием крепкого дуба изнутри так сказать внутри себя а фирма формирование хорошей привычки с воспитанием нежного цветка которая распускается когда-то в одночасье когда время приходит вот и важный такой вопрос что позволяет людям придерживаться привычки достаточно долго чтобы преодолеть плато скрытого потенциала что отличает тех кто возвращается к нежелательным привычкам до от тех кто именно наслаждаются к уалит вными преимуществами хороших привычек уделить кумулятивными кумулятивным это значит накапливающийся постоянно накапливающийся и вот как раз мы когда они кумулятивная когда они постоянно накапливаются каждый день это приводит нас со временем вот вот именно к достижению вот это вот плато которым говорит плато скрытого потенциала и вот вот это вот очень крутая штука что я хочу сказать часто ожидается что процесс будет линейным или по крайней мере быстром да однако результаты наших усилий часто проявляются с некоторой задержкой вот и эта задержка между усилиями нашими видимым результатом она может людей приводить к так это вот он в книге называет долины разочарований то есть она может обескураживать она может вас как бы разочаровывать да но надо помнить что такие усилия не напрасно они накапливаются и вот этот вот кумулятивный эффект в конце концов он вы так сказать приводит к тому что ценность таких усилий становится очевидной и вы приходите к плато и вдруг у вас проявляется я как раз покажу примеры через несколько минут так вот что он говорит надо сосредоточиться на системе а не на целях вот мы говорили о том что нужно еще на таскать сосредоточиться понять на вашу идентичность то что во что вы верите во всяк случае процессы нужно делать это то что вы делаете вот и все говорят что нужно ставить четкие достижимые цели для улучшения аспектов каких-то аспектов жизни я по жизни инженер я всегда работал руководитель проекта нам нужно было всегда таскать нас нас учили ставить очень четкие конкретные хорошо описанные цели вот и по жизни так сказать если вы достичь хотите достичь какой физической формы все вам будут говорить что вам нужно или тон успех бизнесе душевное благополучие вам говорят что нужно ставить цели четкие достижимые цели но я пришел к тому что цели это плохая штука потому что цели в конце концов вызывают очень большой стресс у большинства людей и и и как них нужно отходить от целей от целей нужно делать процесс и надо наслаждаться путем вот это вот очень важно и я очень я как бы у меня не получалось ставить ну нет получалось конечно я работал инженером у меня было как бы у меня было прогресс был мне как так сказать как называется карьера была там дом машина я приехал в данью из россии в конце восьмидесятых и достиг каких-то вещей у меня было видение какое-то может быть даже цель но я понял со временем что путь очень важен потому что например те вещи которые я очень любил по жизни не жизнь заставила от них отойти и я понял что к ним тем вещам которые ты любишь необходимо вернуться вот и вот и мне стало очевидно что таскать результаты в меньшей степени зависит от цели а в большей от той системы которые ты выбираешь от того процесса который тебе удастся удается или не удается установить вот вот ребят я вам хочу сказать просто показать сейчас я вам покажу конечно но я понял что по жизни одна из самых важных вещей это то это наша энергия это как нам удается восстанавливать нашу энергию каждую ночь и не тратить ее слишком много как инженер я это понял я это понял из-за того что существует такой аспект такое понятие как коэффициент полезного действия кпд так вот этот кпд должен таскать подходить ближе и ближе к единице и я считаю это очень очень важным потому что если нам удастся так сказать это сделать чтобы у нас кпд подходил к единице то я вам как раз покажу мой протокол вот он вот такой он как бы через среду человека мы оптимизируем среды клетки то есть если мы будем и вот эффективность энергопотребления вы видите красная штука это называется эффективность энергопотребления а это эффективность энергорасхода вот если будем поднимать эффективность энергопотребления через питание дыхание да если будем поднимать эффективность энергорасхода сколько мы будем использовать энергии на ментальную энергию на физическую на иммунную то вот это вот если будет разделить эффективность энергопотребления эффективность энергорасхода как бы у нас будет подниматься это ближе и ближе к единице вот и таким образом мы через среду человека будем оптимизировать среду клетки вот какая так сказать интересная штука и я понял что мой опыт уже за последние 15 лет работы со здоровьем когда я оставил инженерную деятельность в области телесвязи и начал быть инженером интегративного здоровья разработал свою систему я понял что так сказать у нас есть такой перевалочный пункт в каждые сутки это ночь и мы как бы если мы делали какие-то усилия по таскать по по здоровью в области здоровья какие-то в течение дня то то насколько эффективно мы спим это дает нам возможность перенести все те положительные аспекты которые нам удалось достичь в течение одного дня скажем сегодня 2 ноября я четверг 2 ноября я сделал какие-то определенные успехи я чем-то занимался и у меня хорошая энергия вечером если я буду спать плохо то у меня это хорошая энергия она спустится на какой-то место несколько отметок ниже и я начну снова работать над тем же чем я начал над чем я начал работать сегодня утром то есть вот так будет такой вот скачкообразный хорошее развитие днем плохой сон хорошее разбитие днем плохой сон вот и это это не синусоида как бы хорошие синусоиды это как бы синусоиды которые вот так вот идет и развивается поднимается вверх все время если мы обеспечим хороший сон то это будет работать у нас будет накапливаться энергии и если это не будет у нас будет так называемый эффект домино это называется эффект домино когда каждое то домино которое мы выстроили правильно красиво таскать ночь все это рушит эффект домино вот и если у нас же будет получаться каждый день спать нормально эффективно скажем так существует различные аспекты конечно же работы со сном я об этом очень часто говорю вам буду об этом рассказывать но существует два две возможности это которую я я сделал по системе бутейка с которыми работаю по по дыханию это одна из них она дает вам возможность спать очень хорошо настраивает ваш на хороший сон а вторая настраивает вас на хороший день это конкретно совершенно через оксигенацию через доставку кислорода в клетке я не буду сейчас говорить про физиологию просто хочу вам сказать что это совершенно конкретно работает и вот например долгосрочные давайте вам краткосрочные покажу сначала результаты вот такие вот результаты это скриншот из нашего приложения вот вот это вот если вы если вы увидите свити человек начал с февраля до октября работать это полгода ему удалось вот синяя линия это средне недель это все средние недельные значения каждая . это неделя вот семидневное значение и он начал вот если вы посмотрите на синюю на синюю прямую это та прямая которая но это не прямая это та линия которая показывает как бы эффективность оксигенации эффективность снабжения ваших клеток кислородом это то что мы поднимает то что очень очень важно нормально это 60 а плохое вот начинается с 20 вы видите да вот здесь вот начинается с 20 вот это вот синяя линия примерно с 25 30 вот через через два месяца уже даже вот видите через не даже не через два месяца через месяц уже человек дошел до 60 60 это нормальное то есть нормальное здоровье это вот человек с опухолью головного мозга который выздоравливает и потом 120 это второй уровень супер здоровья у бутейка потом 140 третий уровень супер здоровья вот и сейчас это вы видите это 120 это вот второй третий уровень супер здоровья максимальная пауза около 160 170 если вы знаете знакомы с бутейка это совершенно потрясающая вещь вот и пульс видите изменяется с 80 медленно медленно до примерно уровня около 60 глюкоза это это желтая линия есть вечерний утренний пульс вот и глюкоза падает с пяти с пяти с половиной в среднем среди недельные до четырех это очень крутые результаты и во многом они таскать во многом они достигнуты благодаря тому что человек работал очень серьезно со сном я вам сейчас покажу что как бы очень очень важно и очень очень важно этого опять же скриншот из нашего предлата из нашего приложения которым я вам дам доступ вот видите это это данные по контрольной паузе которые определяют здоровье человека я расскажу как это таска делать не очень сильно действует на не очень сильно действует наш сон если выйти черное это опять же среднее значение человека это вот один из тех кто был на моей программе больше всего четыре года четыре года назад это женщина начала и вы видите синяя это утренняя контрольная пауза а черная это вечерней контрольной паузы такой видите когда она чем больше контрольной паузы тем лучше увидите вечером наложилось спать у нее было высокая контрольная пауза ночью она просыпалась это синяя а в смысле утром просыпалась у него были низкие значения так вот когда все переворачивается наоборот это значит что система начинает работать очень эффективно если вы посмотрите вот на на последнее значение вот именно вот здесь вот ноябрь 2023 увидите да вы увидите что здесь утренние значения намного выше вечерних и вот мы хотим чтобы эти две кривые вечерние утренние контрольные паузы себя друг друга пересекли и это одна вещь которую мы хотим достичь и это совершенно конкретно можно измерить вот и вторая вещь которую мы хотим достичь это вот измерение пульса тоже самой женщины видите мы хотим достичь того что вот сначала вы видите желтая чаще часто было выше желтая это пульс утренний пульс утренний пульс был выше вечернего то есть человек ложился спать вечером и у него когда он мерил пульс не был низкий пульс а утром он вставал пульс высокий значит он спал плохо а если наоборот вот посмотрите ноябрь 2023 если наоборот то он ложится спать с пульсом с таким и утром у него пульс ниже это значит что человек совершенно конкретно высыпается и у него все клетки восстанавливаются и тогда общая картина но это большая картина в нашем приложении у человека увидите светло-зеленая это энергия видите сначала низкая энергия энергия все время туда-обратно плавает а сейчас смотрите какая энергия постоянная на уровне четырех я расскажу как энергию потом измерять это средняя энергия за день и вот вы видите вот здесь вот две кривые те которые он показывал контрольной паузы они сначала вечерние было утренние контрольная пауза была ниже сейчас утренние контрольной паузы это синяя она выше энергия зеленая это выше пульс утром ниже чем пульс вечером а самого начала было наоборот и максимальная пауза это максимальная таскать способность задержать дыхание с 25 секунд поднялась до около 100 секунд в предыдущем примере это было 180 но это у нее некоторым это удается не всем конечно удается но все равно 100 это уже первый уровень где-то нормальное нормальное здоровье это очень-очень хороший результат вот ребят следующий четверг я вам расскажу как измерять вот это вот эти ну пульс вы знаете как измерять в общем-то контрольную паузу я вам расскажу как измерять вот сейчас я вам просто расскажу покажу что для этого предпринять можно и я совершенно конкретно вам могу помочь смотрите вот это вот это уэрл нашего приложения щип чулай это в приложении которое вы можете пойти она открывается на телефоне ну просто в браузер идите напишите шип чулай шип это вот как вы видите вот здесь вот это сокращение интегративный протокол здоровья сахарова это корабль который ведет нас к здоровью вот то есть вот здесь вот это корабль к жизни то есть к здоровью и жизни она в здоровье жизни нужно собирать этот пазл шаг за шагом да так вот это вот этот корабль у нас есть свое приложение вот она как раз вот этот вот интегративный протокол сахарова это по-английски и пойдите на эту страничку зарегистрируйтесь с того девайса которая который 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 вам удобен вот и это будет выглядеть вот таким вот образом вы просто напишите шип чулай вот в этой вот строке вы придете сюда и вы нажимаете на кнопку регистрации это бесплатная регистрация и у вас выйдет вы сможете в приложении там увидеть войдете в приложении и вы увидите там кнопку которая называется медитации вот в этой сейчас я уберу вот эту вот секундочку и вы увидите кнопку медитации делайте утреннюю и вечернюю медитацию это я понял по жизни что это утренние и вечерняя медитация вечерняя медитация дыхательная медитация надо даст вам возможность понять глубоко как бы физически о чем вот это вот потрясающая система которую основал константин павлович бутейка сделал открытие в 1952 году совершенно потрясающий врач физиолог с которым я я не помогло меня восстановить эту систему и мне помогло очень многим моим клиентам у меня за последние десять лет с тех пор как я начал работать с другими людьми но уже больше по почти 15 скоро прошло мы работаем очень как бы вместе очень много народу но около двух с половиной тысяч человек я сработал за эти 15 лет бесплатно тысячи человек на трех языках у меня система я начал с датского туши я же уже в дании большую часть моей жизни потом я сделал на русском и на английском и вот сейчас татский я больше не работаю на датском но на русском и на английском у меня есть программы вот две с половиной тысячи человек прошло через эти программы это статус на ноябрь 2023 года и очень важную одним из самых важных если я искал наиважнейшим аспектом этой работы это вот эти вот медитации которые я сделал я сделал их бесплатными в этой в этом приложении нажмите там две вещи бесплатные все измерения вот которые я вам показал это можно делать бесплатно навсегда навсегда они ваши 100 останутся и вы сможете их загрузить если вы хотите потом как в excel и и эти медитации они всегда будут бесплатно там сейчас еще третья медитация есть дневная медитация но она более сложная начните вот эти с двух медитаций вечерняя медитация даст вам возможность спать очень очень эффективно и утренняя медитация да даст вам возможность начать день оптимально и со временем я вам даю такое вот задание у нас через неделю будет следующий семинар до следующего семинара я вас объясню вам объясню как изменить делать измерение утром и вечером хотя вы можете сами найти это вот как бы измерение пульса мы делаем вечером и контрольной паузы прямо перед сном и измерение пульса контрольной паузы максимальной паузы вот прям после того как мы просыпаемся это нужно делать перед медитациями вот и вы увидите уже вот эти вот графики они смогут уже автоматически создаваться в вашем приложении вы увидите все вы конкретно каким образом это отражается то что вы делаете каким образом это отражается на вашем развитии я вам сейчас покажу еще один график он как раз показывает он ну как раз скажем так это отображает то что вы так сказать то что вы реально предпринимаете и как это отражается на то есть те упражнения которые вы делать как это отражается на вашем здоровье вот это вот а нет это не этот график сейчас а вот он покажу вот смотрите красное это дыхательные упражнения человек начал их регистрировать не самого начала а только через год но вот контрольная пауза медленно медленно поднимается это синие вы видите да вот это вот вот это вот упражнение вот это вот линия такая . тире да это это упражнение как человек делает качество упражнений а это как поднимается контрольная пауза как поднимается максимальная пауза то есть вы видите что то что вы делаете по жизни это отражается на результатах то есть если вы сделаете вот такой вот процесс когда вы будете каждое утро каждый вечер делать медитацию дыхательную каждое утро вы будете делать дыхательную медитацию каждый день вот это вот средне недельное значение первую неделю видите измерение изменений нет где-то на уровне 18 секунд следующей неделе тоже 18 потом вдруг до 20 доходит видите потом изменяется снова до 18 до 19 вот так медленно медленно и вдруг скачок такой да там 25 вдруг потом еще скачок до 30 ну и потом занимает это время и вот она продолжает до 35 потом 40 потом 50 потом 60 вот ребят это вот такой вот совершенно потрясающий процесс то есть то что вы делаете каждый день это очень очень сильно влияет на ваше качество жизни и на качество вашего здоровья еще раз обращаю ваше внимание о чем мы говорим это здоровье и жизнь мы собираем пазл шаг за шагом и небольшие привычки приводят к большим результатам вот еще раз напоминаю вам пойдите пойдите на эту страничку которая вам сказал это это вот это вот это вот страничка наберите это вашем браузере на телефоне на там на ipad или на планшете или на компьютере вы можете все вещи все три версии можете иметь и там и там и там потом сделаете закладку такую на вашем рабочем столе и вас будет как приложение это работать вот если у вас будут вопросы вы сможете вам дам у нас бесплатно есть группа технических поддержки для приложения у вас не будет получаться напишите мне вот мои дорогие я вас крепко крепко обнимаю спасибо вам и еще раз просто скажу что то что очень важно по жизни просто повторю что изменить привычка сложно по двум причинам мы пытаемся изменить не то что нужно мы пытаемся изменить наши привычки неправильным способом вот это вот с этим можно работать и это не не результаты важны то что мы получаем важен процесс то что мы делаем а для процесса важно идентичность то что во что вы верите каким образом вы себя описываете каким вы себя хотите видеть и это вас будет тогда не можно будет избежать использование силы воли и именно из-за того что мы используем силы воли мы всегда сходим с пробега сходим с дистанции конечно же поддержка может это изменить в группе например но серьезный процесс для него нужно изменить свою идентичность нужно понять по жизни что вы хотите по жизни что вы хотите изменить по жизни и сделать маленький процесс и вы будете это будет небольшие привычки которые приведут вас большим результатом именно это я вам сегодня даю совершенно бесплатно сделайте это войдите в приложении зарегистрируйтесь получите вечернюю и утреннюю медитацию и делайте так каждый день каждый день через неделю через две вы начнете чувствовать огромные результаты большие результаты может быть маленькие но для многих людей это будет очень большой результат пишите мне в группах на социальных медиах о том что вы ощущаете и я буду помогать вам окей до следующей сессии и серии здоровье и жизнь собираем пазл шаг за шагом беседы с мишей сахаровым обнимаю вас